Пакеты для запекания Троекурова. Простота приготовления, экономия вашего времени. За любым привычным движением на кухне, да будет огонь, не исключение, целая история подчас с такими причудливыми персонажами, что на первый взгляд и не определишь. Сундучки, такомодики, буфеты или прапрабабушки современных кухонных плит. Но не стоит забывать, любая деталь их оснащения когда-то была новинкой. Вот, например, духовка. Здравствуйте, дорогие друзья! Весь исторический ход новаторской мысли, касающийся кухонной утвари и атрибутов, нам проследить не удастся, ни одна программа потребуется. А вот о газовой плите с духовкой почему бы не поговорить? Методы приготовления пищи были крайне ограниченными до тех пор, пока ориентировочно в сотом-двухсотом годах нашей эры китайцы не изобрели первую железную кухонную плиту. Понадобилось еще 17 веков, чтобы плиты, работающие на твердом топливе, сменились газовыми или электрическими. Поначалу газ считался непригодным для приготовления пищи, но в 1826 году англичанин Джеймс Шарп, помощник управляющего Нордгемптонской газовой компанией, установил у себя в кухне первую в мире практичную газовую плиту. Мотивы разработки данного проекта были высокими. Во-первых, Джеймс Шарп был увлечен идеей массовой газификации, а в то время лишь некоторые улицы европейских столиц только начали освещаться газовыми фонарями. Во-вторых, он очень любил свою жену, и ее мучения, печные мучения во имя приготовления еды, гарь, сажа, копоть, много времени и силу не давали ему покоя. Ну и материальный аспект, конечно, тоже имел место. Уже в 1834 году несколько плит Шарпа купили отели в городах Нордгемптоне и Леммингтоне. Производительность труда в ресторанах этих отелей значительно выросла, а повара оценили удобство новых плит. В 1836 году был открыт завод по их производству. В 1851 году плита Шарпа получила несколько медалей на всемирной выставке в Лондоне. А еще через год был налажен выпуск газовых плит, оборудованных духовкой. Ну а дальше уже другие истории про электрические плиты и микроволновки, в которых в историях уже свои черные и белые полосы, везения и неудач. И до этих историй мы тоже как-нибудь обязательно доберемся. А пока встречайте, наш полосатый пирог уже готов. А без духовки какие пироги? Полосатый пирог. Яйца взбить с сахаром до бела. Добавить просеянную муку, гашеную соду, растопленное, но остывшее сливочное масло, сметану. Все тщательно перемешать. Жидкое тесто разделить на две части. В одну добавить какао-порошок. Далее форму, смазанную маслом, вливать поочередно порции разного теста, не смешивая по кругу. Полосатый пирог отправить в духовку минут на 40-45, температура 180 градусов. Приятного аппетита, горячего чая, успешного утра и такого же успешного продолжения дня. Я же прощаюсь с вами до завтра. Завтра тоже будет вкусно. Жанна Соловьева, программа «Что есть». Пока. Субтитры создавал DimaTorzok